Под отряд собачковидные это рыбы с удлинённым телом, иногда прям вот как угорь они. Там много семейств, ну пожалуй зубатки из них наиболее известные, но типичным считается семейство собачковые. Первое, у них голое тело, длинный спинной плавник, состоит из гибких колючек, членистых мягких лучей, длинный анальный плавник, хвостовой плавник обособлен от спинного, соединён перепонкой. Слабые зубы на челюстях и задние зубы иногда изогнутые в виде клыков, острые клыковидные зубы, 400 мелких рыб. У собачковых голая кожа, в связи с чем она покрыта обычно слизью. Из-за этого они могут в принципе вне воды быть. То есть, допустим, когда отлив, он в луже там может ошиваться покрытой слизью. Передвигаться по суше ползком, прыжками, выпрыгивать из-под человека. Допустим, человек идёт по тропическому острову, из-под ног прыгают рыбы. Могут длиной до двух метров прыгать. Ну вот к таким вот относится особенно скальный прыгун. Это всё тропические острова. Но они разные. Есть Средиземноморская собачка Павлин, потом есть Багамская собачка Чаплина, Ксифазия, Экзалия. Могут быть довольно так странно окрашены. Но наиболее известна в Чёрном море обыкновенная морская собачка. Она зеленоватая, брюхо желтоватая, не особенно такая она яркая. Есть у неё чёрные пятна. Над глазами лопасти и в длину достигает 23 сантиметров. Живёт у берега, среди скал, камней. Откладывает икру на прибрежные камни или в пустые створки мидии или устриц. Охраняет самец. Питаются они в основном багряными, бурыми и зелёными водорослями. Ну иногда вроде как они могут моллюсков или крабов тоже съесть, но в основном растительноядные. Ну вот эта вот обыкновенная морская собачка, она как раз черноморская. Плюс Босфор, Дарданеллы, Средиземное море и вплоть до Канарских островов. Родственная морская собачка Сфинкс. С большими такими глазами, с надглазничными мочками. Вот у неё такая специфика. Ну тоже в общем-то зелёные водоросли. Самец ищет у них дырку какую-нибудь. То есть может где-то так, где камни образуют створки, либо может в створке мидий моллюсков. А также вот дырки в бетоне. Он воспринимает, что это моллюск и может просто в дырку какую-нибудь в бетонном сооружении сделать там гнездо. Вот он забирается в это гнездо и сидит там, высовывает голову. Если мимо проплывает самка, он начинает из гнезда высовываться и покачиваться. То есть приглашать её к сексу. Если она в принципе плевать на него хотела и мимо проплывает, то он из этого гнезда вылазит и заставляет её пинками туда, засовывает её в гнездо. И заставляет, чтобы она икру отложила на стенке гнезда. Вот потом он икру оплодотворяет и начинает всё это дело охранять. То есть у них размножением в основном самец занимается. Всех там пинает, кто рядом проплывает. Любых там креветок, рыб. Даже такой агрессивный, что если в зеркале самого себя показать, он на самого себя начнёт бросаться на зеркало. При этом он там всё время это гнездо чистит, выносит всякий песок, гравий, ракушку оттуда. Освежает воду, гоняет там воду по гнезду. Всё, что обычно рыбы делают, когда они сидят на икре. Выходят личинки где-то в июне-августе всё это дело. Ну вот как раз собачка-сфинкс любит вылазить из воды. И на прибрежных камнях сидеть. Потому что у неё с лисьей, в принципе, всё равно. И прыгать. Если, допустим, человек мимо идёт, она прыгает в воду или вообще просто прыгает рядом. Сюда также морская собачка хохлатая относится. Хохлатая морская собачка есть тоже в Чёрном море. Ну и рыба аспидонт интересная. Вот она есть на картинке. Я ранее рассказывал, что есть губан-чистильщик. Это рыба, которая чистит других больших крупных рыб. То есть она питается паразитами, которые живут на крупных хищниках. Поэтому крупные хищники, они сами этих губанов-чистильщиков ищут, чтобы они их почистили и поели там всех паразитов, которые на рыбе. И, естественно, при этом они их не трогают. Ну так вот, аспидонт, он не губан-чистильщик, но он под него мимикрирует. То есть он изображает, что он губан-чистильщик, имитирует его всяческие движения. А на самом деле он ест не паразитов, а ест эту саму рыбу. То есть он её кусает, кожу от неё отдирает. Пока хищник сообразит, что эта рыба другая, то он быстро уплывает обычно вот так. Ну вообще взрослые рыбы, они запоминают, какая-то память у рыб есть. То есть если он один раз на него нарвался, он потом помнит, что такой вот это не губан. А молодые не понимают, а поэтому с молодых рыб он ест. Но оно как откусывает и уплывает, то есть рыба потом может живая остаться. Ну так же относятся к этим морским собачкам двуполосый губан. Вот они немножко на губанов походят. Вот этот двуполосый губан, он, допустим, чистит. Нет, двуполосый губан, опять же, на двуполосого губана походит хемиэмблемария. Вот, к собачкам относится хемиэмблемария, а двуполосого губана она имитирует. Ну а только она не кусает эту большую рыбу, она маскируется под губаной и ест мелкую рыбу, либо ракообразную. А те думают, что это губана, поскольку он чистильщик, они думают, что он безопасен. Имеется большеротые собачки еще и хенопсис, тоже это все отсюда относится. Дальше семейства зубатковые, которых мы часто видим в магазине, это зубатки. И известны они своими мощными зубами. Они могут кусать в том числе рыбаков, прокусать сапог могут быть, могут укусить, достать до тела серьезно. Ну это они делают обороняясь, и в том числе они могут нападать на других рыб, на других зубаток. Вообще-то они, короче, не питаются они людьми, конечно. Питаются они моллюсками, иглокожими, ракообразными, и вот этими зубами они разбивают раковины. То есть они грызут раковины моллюсков. Поэтому зубы у них быстро снашиваются. Это все равно, как если бы мы кололи все время зубами орехи, конечно, зубы все вылетели бы. Ну они примерно раз в год меняют зубы. Вот человек меняет зубы один раз за жизнь, а это каждый год. У них выпадают, они снашиваются, и снова зубы вырастают. Примерно за полтора месяца они у них в кость превращаются, и дальше все то же самое. Круглая голова зубатки напоминает кошачью, и поэтому их также называют морскими кошками. Поморы наши украшали жилище сушеной головой зубатки, потому что оригинально выглядит. Тело длинное, потому что вообще весь этот подотряд они с длинным телом, и когда она плывет, она изгибает свое длинное тело, поэтому походит на тритона немножко. Пять видов в семействе зубаток, все в общем-то значимы. Полосатая, пятнистая, синяя зубатка, дальневосточная и угревидная. Ну, наиболее известная полосатая зубатка, она же называется обыкновенная. По-латыни она будет люпус, то есть волк. Сильно развитые вот эти самые зубы, на нижней челюсти сдвинуты назад, раздавливает раковины всей челюстью. Сверху еще на раковину давят зубы, которые на небе расположены, то есть у них на небе зубы, и на челюстях тоже. Ну, она может быть до метра, в принципе, полосатая зубатка, и массой килограмм 20 может быть, поэтому на пищу она тоже, в принципе, годится. Ну, вот она, значит, на картинке полосатая зубатка. Западная часть Балтийского моря, Норвегия, Кольский полуостров, вот, в принципе, наши северные моря, поэтому у нас в магазине она бывает. Белое море тоже, вот там. Чтобы не листиться, они более-менее на север отходят, ой, на юг, вот с этого самого севера, где они питаются, более-менее на юг отходят. И вымётывают вблизи берегов примерно от 600 до 40 тысяч всяких икринок, то есть много икринок. Рыба примерно метр, метровая она, когда размножается, полосатая зубатка. Икринки склеиваются в шары, но, по всей видимости, они их не охраняют, то есть просто в шары, и всё, и потом вылупляется молодая зубатка. Питается сначала планктоном, потом мелкими моллюсками, и потом переходит уже на обычное своё питание, то есть на моллюсков с раковинами. На самом деле рыбу они хватают, только считаю, что рыба опасна. Ну и так же и друг другу, если они конкурируют за пищу. Поэтому если вот зубатку ловить на крючок, то она на моллюска клюёт, то есть нужно какую-нибудь устрицу насадить, вот тогда она клюнет. Ну полосатая зубатка большая, поэтому её били острогой, ну и так же она ловится на сеть неплохо, потому что их, в принципе, там достаточно много. Мясо считается вкусное, ну и икра зубатки тоже в соответствующих районах употребляется. Исландия, там тоже много зубатки, поэтому она у нас есть в магазинах. Дальше пятнистая зубатка, ну вот схема разных зубаток из жизни животных, и беру схему, чтобы были видны различия. Вот сверху обыкновенная, потом пятнистая, синяя, угревидная. Пятнистая зубатка где-то так промежуточная считается между полосатой и синей. Она крупнее, она может быть длиной 144 см и массой более 30 кг, то есть более такая, большая. У мальков на теле заметны поперечные полости, а когда она взрослая, то есть у мальков полосы, как у полосатой зубатки. Когда она взрослая, тогда у неё полосы разбиваются на пятна, и она пятнистая. Примерно обитает там же, где и полосатая зубатка, то есть северные районы, побережье Норвегии, Северное море, Балтийское море. Но она реже, допустим, в Исландии на 20 полосатых зубаток ловят одну пятнистую. Ну, отличается вот тем, что она больше и пятнистая, а вот самая такая распространённая, она меньше и полосатая. Ну, тоже мечут икру, тоже у них икра слепается, в целом они походят по поведению. Летом держатся на маленькой глубине, а зимой на более глубже уходят. Помимо моллюсков, пятнистая питается больше иглокожими афиуры, морские звёзды, морские ежи и панцири иглокожих она тоже своими вот этими мощными зубами дробит. Ловится в основном в Баренцевом море, в районе Гренландии. И там шкуру этой зубатки также используют на традиционные всякие поделки сумочки, переплёты из книг. Вот в Гренландии из шкур зубаток сумочки делают для сбора ягод. Это у них такое традиционное, типа ремесло там из зубатки что-то делать. Синяя зубатка, ну вот есть её картинка, длиной она до 138 сантиметров и масса 32 килограмма. Тоже примерно как и пятнистые, те же районы, но тоже достаточно редкая. Предпочитает большие глубины и больше перемещается, она такая более активная, чем другие зубатки. Кладки икры не найдены, она достаточно редкая, поэтому по поводу её размножения даже пока нет чётких представлений. По-поморски она называется вдовица. Видимо, потому что они не могли найти, как же она размножается. Ну, чем питается известно, грибневики, медузы, рыба. И как раз вот иглокожих и моллюсков меньше. То есть вот синяя зубатка, в отличие от полосатой, переходит уже на рыбу и на медузу. А полосатая в основном питается моллюсками. Мясо у синей зубатки водянистое, поэтому её раньше не готовили, но там много витамина А, допустим. Ну, по-моему, зубатка, она и вообще водянистая и любая, судя по тому, что в магазине продаётся. Как-то вот она не такая ни плотная, ни жирная, как, допустим, лосось. Ещё есть дальневосточная зубатка, Командорские острова, Алиутские острова. Ну, в общем-то, говорят, особенно там её не ловят. Немножко ловят на крючок эскимосы. Шкуру зубатки эскимосы закладывают в одежду, потому что она хорошо изолирует от воды. Угревидная зубатка имеется, ну, на угря просто походит, совсем такая узкая тело. Дальше семейство Треепёр и Е, и тут наиболее типичный Треепёр. Широко распространённая рыба в Атлантическом и Индийском Тихом океане, особенно Малайский архипелаг, Филиппинские острова. Ну, обычно маленькие они, эти Треепёры, 6-7 см, укороченное тело, такие маленькие верткие. Есть Средиземноморье, Средиземноморский Треепёр, который, соответственно, есть и в Чёрном море, то что рыба из Средиземного моря в Чёрной ходит через проливы. Но, которая есть в Чёрном море, Средиземноморский Треепёр, это 7 см, сероватая, красноватая рыба, держится у скалистых берегов, и, на самом деле, в Чёрном море он тоже редкий. Это редкие всё рыба достаточно. На Маршаловых островах есть карликовый троепер, совсем там, короче, полтора сантиметра, совсем маленький. Но еще есть более-менее большой новозеландский троепер, 15 сантиметров, где-то в прибрежной зоне Новой Зеландии, и там их можно видеть, они там между всяких зарослей шерудятся. Проявляют заботу о потомстве следующим образом. Ищет дом у них самка. Вот самка нашла какую-нибудь пустую перевернутую раковину, очищает ее от песка и ила хвостом, чем может. Потом откладывает туда 700 икринок, и икринки там сидят как будто головки такие булавочные на этой раковине. Примерно две недели она откладывает икру и при этом ничего не ест самка. Потом она ищет самца, причем она сама его выбирает. Вот в аквариуме проверяли, пускали там рядом самцов, она их сплошь и рядом отвергает, выбрасывает их, не пускает их в это гнездо. По каким критериям ищет мужика, непонятно. Нашла какого-то мужика, который ей подходит, подгоняет его, короче, к этой икре. Вокруг икры они ходят. Вот она его запихивает буквально туда на икру. Ну и вот он наконец садится на икру, оплодотворяет икру. А после этого женщина сбегает и пошла жрать. Потому что она до этого две недели не ела, сидела с этой икрой. А потом на икре уже сидит мужик, он оплодотворил икру, две недели ее охраняет, тоже не ест ничего, все там заботится об этой икре, омывает ее водой, как они все время делают, убирает песок. Всех, кто там рядом появляется, он немедленно кусает. Ну потому что рыба, она часто ест икру, то есть это все правильно сделано. Вот самец две недели охраняет, пока они не вылупятся. Дальше семейства клиновые, к этим собачковидным относятся. Ну это плотоядные рыбы, где-то так тоже прибрежные всякая территория, где мелкая рыба, где много зарослей травы, там водоросли, вот там прячется это, то есть все это хозяйство. Их довольно много, всяких этих клиновых. Типичные виды мексиканская маниерпа, голопогосская диалома и наиболее известный гигантский гетеростихус. Гигантский гетеростихус достигает 60 сантиметров, это довольно крупно, потому что обычно они маленькие, по 10 сантиметров. Ну вот у него, вот это он на картинке, такое заостренное рыло, вильчатый хвостовой плавник, и это американская, Южная Калифорния, вот это вот побережье Тихого океана, американская, США. Живет вблизи берега, держится в зарослях крупных бурых водорослей, там он неподвижно стоит под углом 45 градусов головой вверх или вниз. То есть этот гетеростихус обычно не горизонтальный, а обычно он косый, короче, живет. Окраска изменчивая под водоросли красится, то есть может быть однотонная, поперечная, крапчатая и так далее. Те, у которых однотонная окраска, они на скалах обитают, а которые полосками окраска, они среди травы, то есть у него окраска под среду. Крапчатые там тоже есть отдельные, крапчатые они в плитах там. Во время отлива тоже он может оставаться в плитах всяких и там еще затаиваться где-нибудь в дырочках, ждать пока снова вода приспоступит. Он хорошо маскируется, поэтому даже человеку его там трудно заметить, а рыбе тем более. Говорят, что вкусное, но костистое. Этот гигантский гетеростихус. Живродящие есть клиновые рыбы, примерно 20 их родов, и эти живродящие обычно в Южной Африке. Сюда относится большой клинус, 50 сантиметров, капский многоуз, 40 сантиметров. Потом есть такая фукусовая мышь. Это все Южная Африка, они там все зеленые, под водоросли, они где-то в зеленых, в бурых водорослях там хаваются. И вот они живродящие. Семейство стихиевые. Ну, это такие вот умеренно удлиненные, покрытые мелкой циклоидной чешуей. На голове кожистые придатки в виде различных мочек, поэтому выглядит, так сказать, так оригинально довольно. И на картинке у нас стихий Григорьева. Это обитает в Японском море, у Японии, ну и в какой-то степени у нас в нашем Приморье. Хотя они распространены повсеместно. Есть Южная Корея, Южная Калифорния, есть они в Европе эти стихиевые. Есть стихии пятнистые в Чукотском, в Охотском море. В общем, разнообразные. Имеется род также стихии ОПС. У стихиевых развитая система боковых линий, этих сейсмосенсорных каналов. У некоторых одна боковая линия, у некоторых две, и вплоть до четырех. И причем есть даже шестилинейный стихий. У него три продольные боковые линии, то есть у него мощная сеть сейсмосенсорных каналов по всему телу. Это он определяет, как движется вода, причем на шесть линий он определяет очень точно, как вода вокруг него движется. Сюда же к стихиям относятся мухоголовоподобные, это так называемые мухоголовые собачки. Но, пожалуй, про них не будем, их совсем мало, держится тоже в водорцах. Вот рыба люмпин еще можно показать. Люмпиноподобные подсемейства, шесть родов, девять видов. Жаберные отверстия снизу продолжены вперед, жаберные перепонки срастаются с межжаберным промежутком. Боковой линии на туловище у них нет, и люмпины эти обычно ниже границы отлива до двух. Самый известный из них большой люмпин, у которого длина 36,5 см. Обитает в Баренцевом Белых морях, отмечен в юго-западной части Карского моря, может быть в Чукотском, Беринговом, Охотном море. Вот рыба люмпин. Ну, сюда также люмпин многовидный, тоже северные моря, питается ракообразными моллюсками, галатурьями, червями и так далее. Моллюски думают, что они хорошо защитились, но их, в общем-то, куча всякой рыбы ест. Но моллюски древние, видимо, они не успели приспособиться. Рыба вся эта недавно появилась и приспособилась есть моллюсков. А то моллюски у нас 500 миллионов лет в раковине жили и не менялись, а тут вот явились всякие ребята, которые легко эту раковину колют. Пятнистый люмпин, колючий люмпин, все примерно вот все то же самое. Где-то так они на дне. Могут лежать на дне, ползать по грунту на плавниках. Длиннорылый люмпин. Ну и также есть тут под семейство морские петушки, морские вьюны. Вот тоже сюда, диктоосома сюда относится. И коралловый вьюн тут, допустим, известен, маленькая рыбка, которую нашли у Курильских островов. Маленькая рыбка 10 сантиметров. Это тоже все семейство у нас стихиевое на самом деле. Семейство птилихтовое. Один вид птилихт, тоже Аляска, Восточная Камчатка. В принципе, я ничего про него не буду. Семейство маслюковое. Вот такой специфический маслюк. С такой вот, наглой довольно рожей. Маленькая голова, маленькие глаза. У него челюстные зубы в один-два ряда. Два рода маслюки и чешуеголовые маслюки там имеются. Также есть еще безногие маслюки. Но у наших берегов живет чешуеголовый маслюк. И безногие маслюки живут на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Но маслюки маленькие. Не больше 30 сантиметров. Самая прибрежная зона не глубже 50 метров. Потому что они постоянно прячутся в водорослях, под камнями. Вот там как раз вся их среда. Они очень скользкие, быстро уходят. Поймать руками невозможно. Поэтому маслюк, то есть как бы маслом покрытым, скользает. Более-менее известен атлантический маслюк. Имеет желтовато-бурае тело с поперечными перетяжками. Сетчатый мраморный рисунок на теле. Вдоль спины черные пятна, гласчатые. Населяет северную часть Атлантического океана. Ну в том числе, допустим, Белое море наше тоже там есть. Баренцевое море. Вот там есть этот атлантический маслюк. Ну и по океанскому побережью Америки там по типу Канада. Вот там тоже есть. Прозрачная бесцветная икра попеременно охраняется самцом и самкой. У рыб совершенно по-разному забота о потомстве. В данном случае вот они комками откладывают икру между камнями. И по очереди самец и самка охраняют. Питается он мелкими рачками. А также червями, моллюсками и икрой других рыб. Вот рыбы друг у друга икру едят. И поэтому все время за нее дерутся и охраняют ее. Чтобы другая рыба не съела. Ну и известно много всяких маслюков. Красный маслюк, расписной маслюк, полосатый и чешуи головы, которые я уже упомянул. У чешуи головы голова чешуи покрыта, поэтому такой. Дальше семейство криворотовое. Криворот он называется, походит он на маслюка. Удлиненное голое тело. Голова сверху уплощенная. Зубы на челюстях мелкие. Тоже донная прибрежная рыба. Или там где-то вот копается. И что касается криворота, то он вообще роет ил. Роющий образ жизни. Делает там дырки в илле и живет в дырках. То есть делает там лабиринт себе. Сложную систему ходов. Вот там он, короче, прячется в этом илле, в своем лабиринте. Потом вылазит. И в основном опять на рачков тоже охотится. На креветок, бокоплавов. Так как он такой весь таинственный. Даже особенно неизвестно, как он там размножается. Он к тому же еще и редкий. Ну а вот к этим криворотам относятся пятнистый криворот, гигантский криворот, криворот Берга и алеутский криворот. Ну и вот тут собачка видна и кончается. Следующая серия бельдюги будут. Продолжение следует.